Ибо в залитых чёрной пеной канавах и переулках рая, Во влажном беззаконном мраке неведомого галактического погреба, В полых перламутровых завитках, скрытых водосточными морями, В беззвёздных градах безумия, в трущобах, Теперь резвились мы. Я и мой трепещущий оленёнок, Томас Леготи. Дэвид Тибет Английский поэт и музыкант, основатель и центральная фигура Апокалиптик фолк-проекта Current 93 И в целом ключевая фигура английского эзотерического андеграунда. Дэвид Майкл Бантинг родился в 1960 году в Северной Малайзии, Где прожил до 13 лет. Потом родители в одночасье отправили его в Англию, В школу, где, по его словам, с ним ужасно обращались. Детские воспоминания о доме стали лейтмотивом всей его жизни. Тибет говорил о себе следующее. Я испытываю тоску по потерянному дому, которое есть у всех людей. Этот потерянный дом, разумеется, Господь. Мне кажется, это вообще свойственно английской культуре. В 10 лет Дэвид покупает первую книгу, Роман «Лунное дитя» Алистера Кроули, Окультного автора, создателя учения Телемы, Сильно повлиявшего на Тибета. В 1973 году он переезжает в Англию, А в 1978 году поступает в университет на факультет политологии. Устав от политики, он переезжает в Лондон, Где изучает тибетскую культуру. Именно этому новому увлечению Дэвид обязан своим прозвищем «Тибет». Помимо занятий музыкой, Дэвид Тибет является относительно известным ар-брюд-художником, Выставлявшимся в таких галереях, Как Хенри Боксер Гэллери и Айсис Гэллери. С 1980 года по 2010 Он руководил независимым лейблом Дёрдро, Издававшим книги и музыкальные записи. Когда несколько лет назад лейбл «Союз» издавал диски «Current 93» в России, Дэвид Тибет настоял на том, чтобы текст на коробке, Название песен, альбомы и так далее, Был переведен на русский. Тибет является покольником таких писателей, Как Льюис Кэррол и Джордж Макдональд, Поэта Джона Мильтона, Классика хоррора Домаса Лиготи. Вскоре Дэвид вступает в Краулианский орден восточных тамплиеров, Где получает мистическое посвящение И откуда заимствует понятие потока 93, «Current 93», Ставшее впоследствии названием его главного музыкального проекта. Цифра 93 является гематрическим соответствием, То есть суммой числовых значений букв слова «Телема». Учение Краули в его транскрипции на иврит. Позже он отрекается сначала от учения Краули, А затем и от тибетского буддизма, К которому обращается после отказа от Краулианства И начинает проявлять себе больший интерес К агностицизму и христианству. В настоящее время он позиционирует себя как христианин. Тибету принадлежат следующие высказывания. «Я считаю, что все, чем занимаются люди, Это так или иначе попытка узнать, Что у Бога на уме или на душе. Рай будет обретен снова. Мы потеряли рай, но мы туда вернемся». Первыми музыкальными проектами, С которыми сотрудничал Тибет, Стали Psychic TV, Сайт-проект основателя Throbbing, Грисол, Дженезиса, Пиориджа И индустриал группа 23Skidu. Именно недавно умерший Пиоридж И наградил Дэвида прозвищем Тибет. В 1983 году Дэвид покидает Psychic TV И основывает Current 93. Первой записью новообразованного проекта Стала кассета Me More, Выпущенная совместно с Nurse with Wound, На которую вошла композиция Current 93 Малдоро Эму. За нею последовал и Пи Лаштал, Во многом вдохновленный оккультными практиками, К которым Тибет в то время проявлял живой интерес. Дебютный лонгплей Current 93 Nature Unveiled Вышел в 1984 году. Ранние альбомы проекта Были выдержаны в духе классического индустриала. Это было время экспериментов. В конце 80-х Current 93 свернули в мрачную акустику С обостренным чувством утерянного рая. Индустриальный шум и скорбный неофолк Current 93 Изобилуют кимнами, заклинаниями и записанными сновидениями. На альбомах можно услышать декадентские фортепианные пьесы или крауд-роковые пассажи, но не факт, что следующий трек не размажет вас стеной из тошного шума. В любом случае, творение Тибета напоминает неистовую молитву неочевидным богам. Стиль исполнения представляет собой в большинстве случаев засчитывание текста под музыку, то истерическим, то монотонным голосом. Неофолк часто описывается как попытка сохранить давние традиции и образ мышления прошлого в современную эпоху. Вокруг этого жанра много путаницы. Обычно он упоминается в связке с дарк-фолком, данжен-синтом и дарк-эмбиентом, а исполнители неофолка относят ко всем этим категориям одновременно. Большинство неофолк-исполнителей делают упор на архаичные культурные и литературные отсылки. В такой музыке, как правило, часто присутствует эзотерический и исторический сеттинг. А смежный жанр Ambient Industrial обращается к теме магии и идеологии Алистера Кроула. И тогда у музыки появляются оттенки ритуального звука, гипнотическая перкуссия, природные шумы, звуки леса, воды, животных и птиц и вокал заговора. Первым успешным неофолк-альбомом Тибета стал Thunder Perfect Mind, выпущенный в 92-м году. На музыкальном и лирическом содержании пластинки сказались интерес Дэвида Тибета к апокалиптической тематике и в его увлечении гностическим и раннехристианским мистицизмом. Само название альбома прямо отсылает к апокалиптическому тексту «Гром, совершенный разум» из библиотеки Нак Хамади, отрывки из которого зачитываются в заглавном треке. Ибо я знание и незнание, я стыд и дерзость, я бесстыдная, я скромная, я твердость и я боязливость, я война и мир. A song for Douglas after his death посвящена Дугласу Пирсу, лидеру группы Death in June, в которой Тибет также состоял. All Stars are Dead Now Новеяна мистическими произведениями Уильяма Блейка Фитлер С. Халки, SDM, обращается к апокалиптической теме В индийской мифологии Халки – это последнее воплощение вишну, который явится в конце времен и уничтожит мир. Аббревиатура SDM в заглавии намекает на совет Ридеви, писательницу и стороннице национал-социализма, которая проповедовала идею о том, что Адольф Гитлер был мессией и последней аватарой вишну. Альбом All The Pretty Little Horses, вышедший в 1996 году, считается пиком музыкальной карьеры Current 93. Альбом звучит как одна длинная колыбельная. Весь релиз посвящен довольно абстрактным темам о сокровенном свете. В открывающем треке звучат слова «Почему мы все не можем просто уйти?» Дэвид Тибет говорил про этот альбом следующее. All The Pretty Little Horses – о нас, как о детях. Я довольно часто использовал записи звуков с детских площадок, какие-то стишки, сказки. Всегда пытался сохранить детский взгляд на мир. Когда ты ребенок, тебя ничто не оставляет равнодушным. Все кажется красивым, страшным, интересным. Детей легко испугать, легко сделать счастливыми. Конечно, иногда я лежу в кровати вечерами и начинаю чувствовать цинизм или гнев по отношению к кому-то или к чему-то. Но потом я вспоминаю, что сказал Иисус. «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Заглавная песня – традиционная американская колыбельная, которую вдохновляло огромное количество творцов, в том числе американского писателя, лауреата в Улицеровской премии Кормака Маккарти, автора пограничной трилогии и романа «Дорога». На второй из версий из-за главного трека поет легендарный Ник Киев. Пение Дэвида Тибета – действительно один из самых важных и уникальных аспектов этого альбома и Current 93 в целом. На этом альбоме Тибет и шепчет, и претенциозно возвещает, и срывается на фальцет. «Блэк Шипс Эйд Э Скай» был выпущен в 2006 году. Здесь, как часто бывало у Дэвида Тибета, присутствовало большое количество приглашенных вокалистов – Энтони Хеггарти, вокалист Энтони Энде Джонсонс, Бонни, принц Билли, Марк Элмонд и Ширли Коллинз. Эти музыканты были приглашены для исполнения девяти версий гимна методистов 1763 года и Думея на текст Уэллса Чарльза. «Земля, глубочайшие тени, не пронизанная человеческой мыслью, унылые области мертвых, где все забыто». Каждая версия отличается уникальным свойственным каждому отдельному исполнителю саундом. Альбом продолжает основные тенденции тогдашнего Current 93. Музыкальный аскетизм, разрушительный мистицизм, интеллектуализм. Концептуальная схема альбома исходит из приснившегося Тибету сна, будто черные корабли вошли в наши небеса, готовясь к появлению последнего Цезаря и второго пришествия Христа. Вы можете принять эти образы как глубокую аллегорию войны и бедствий, или увидеть в нем сложный трактат о безумии. В этом альбоме участвовали такие виртуозы, как Джон Белланс из группы Койл, фолк-королева Ширли Коллинз, джазовый извращенец Джон Зоран, голландский классический пианист Райнер Ван Хоунд. Здесь есть флейты и чтение стихов, потоки шума и ручейки бас-кларнета. Тибет поет. Давай обсудим джинсовую ткань. Или погоду. Моих мертвых друзей. The Light is Living Us All Был выпущен в 2018 году. На альбоме засветился американский хоррор-писатель Томас Лиготи. Тибет говорил, что его альбомы часто начинаются с концептуальной идеи, которая часто является просто фразой. Можно предположить, что «Свет оставляет нас всех» начинался с названия. Это вызывающее воспоминание конструкции руководит записью как постоянный зловещий референ. Тибет восклицает, шепчет и пропевает эту фразу снова и снова на протяжении 46 минут альбома. Воспật. И так поэфф – «Воспорт – если у тебя пока не оставить». И так поэфф – «Воспок-блэй». И так поэфф – «Воспорт-ээ» И так поэфф – «Роспорт-э» Минут ткань. И так поэфф – «Воспорт-ээ» Дэвид Тибет нередко становился гостем в прочих музыкальных проектах. Помимо коллабораций с очевидными коллегами, вроде коллектива «Dead in June», Тибет участвовал, например, в записи альбома в скандинавийском мизантропии группы «Skit-Leaf» — блэк-метал проекта бывшего вокалиста группы «Mayhem» — «Maniac». Песня «Towards the Shores of Loves» — «Vulture Face Cain» — посвящена библиотеку. В 2018 году Дэвид Тибет в рамках проекта «Zoo 93» записал совместный альбом с итальянской авангард-джазовой группой «Zoo». Альбом назывался Mirror Emperor и был посвящен следующей концепции. Мы все носим разные лица, разные маски, и все они будут отобраны у нас. Мы родились свободными и провалились сквозь зеркало в потусторонний мир, зеркальную империю. Там мы находимся под властью зеркального императора. «Zoo» прекрасно справились с созданием аранжировок для вокала и стихов Дэвида Тибета. Mirror Emperor больше похож на эпическую поэму, чем на альбом, состоящий из нескольких песен. Дэвид Тибет стал одним из плеяды деятелей эзотерического андеграунда, которые сумели создать творческую нишу, будто бы вовсе лишенные коммерческих амбиций. Тибет является проводником не только в мире эсхатологического ужаса, но и в измерении бесконечной меланхолии по всплескам внезапной нежной грусти, настигающей нас в момент летнего дождя или в новых местах, как будто бы очень знакомы. Пытаться понять Дэвида через его творчество – это смотреть в окно с кошкой, временами заглядывая ей в глаза, надеясь на эмпатию с ее стороны. Тибет говорил, «Я люблю все, что связано с кошками, кроме разве что того, что они умирают, но в то же время это просто смерть, а значит, мы с ними еще увидимся, когда обретем свой потерянный рай». Субтитры создавал DimaTorzok